всем привет ребята все хотел записать сделать как по трансляции но что-то у меня с технические моменты все никак не наладятся камера у меня там простенькая может из-за этого в том числе а я хочу поговорить о такой теме недавно я надыбал интернетах ну так сказали просто гуглил тему собачьего спорта и вообще виды бывают и среди прочего было такой для меня новый вид спорта для принципе для всех моих соотечественников из соседних стран она тоже потому что даже в европе не все этим занимаются короче называется barnhant от английского barn амбар hunt охота понятно или дословно амбарная охота она вроде как для норм и больше пород в чем смысл крысу живую в контейнере чтобы она опять осталась живая прячут в амбаре специально подготовленных всяких ну то есть среди соломы да тюки соломы эти квадратные из них формируются разные препятствия и кое-где прячутся контейнер с живой крысой собака должна найти за сама как на как можно быстрее собака должна найти эту крысу крысу она не ест не кусает просто находит ее контейнер ну и как судья должен или сам хозяин собаки ее изымает время фиксируется и так дальше зависимости там какие этапы сложности уровень подготовки собак я учу в этом в мире это началось в америке естественно вот и там это просветает только это отдельный клуб называется barnhant club они не они не члены американского технологического клуба но не в том суть неважно собака в азарте чем-то занято и хозяевам интересно мне эта штука заинтересовал поэтому хочу ваше мнение узнать в комментариях именно обращаясь к собачникам потому что фишка в том что надо для нормных веселье охотничьи там быстрее да там начинают работать им интересно у них в этом более больше задатков но соревнования проводятся для всех пород и беспородных собак там идут этапы подготовки пишет эту коготь опять сорвешь поэтому мне стало интересно но так как вот по крайней мере украине где живу начал там по некоторым собачьим социальным социал как в группах собачников начал кидать это как бы ссылку на этот сайт с этой информации потому что пока что с первого рядах находится только переведена на русский язык там эта информация только на одном сайте конечно же тут же нашелся один единственный энтузиаст этого дела в городе суммы там я там закинул вот тоже в городе никто этим не хочет заниматься то есть пока не ушат все как-то с сомнением относятся к этой забаве так скажем на самом деле там недорого особенно если эта группа людей займется этим вообще все в копейки выходит уже с этим заниматься я если честно даже начал прикидывать цену вопроса ну как бы да начал спрашивать один тюк такой уже готовый сформированный стоит пока что 25 гривен мне это дождись лета там новый урожай может за типа там дешевле найдешь тюковщик опять же это мне одному это ну как бы накладно это неподъем все это организовать но кидая потихоньку информацию разным группам но опять же я точно уверен что в моем городе не пойдет то что собаками собак заводят да все но особо всеми не занимается это такая масса вот но может быть кого-то заинтересую дай бог конечно было интересно может быть у нас на донбассе будет первая точка где этим займутся то есть что для этого надо нужно помещение амбар не амбар не обязательно думаю даже в принципе можно нормальным высотой потолка и в гараже этим заниматься в блин тонул в трошки крысы тоже продаются без проблем и везде думал можно главное крысе там то есть полный янки короче вы не стали бы что-то такое чудить, еще и об этом публиковать статьи, если бы что-то где-то кому-то там животное страдало, потому что у них за это, в принципе, действительно могут наказать. Если это нет помещения, то да, можно делать это и на открытой местности, только нужно будет делать оградки, да, сооружать. Там они уже в Америкосы все поставлено. Есть сайт, я на него, наверное, сделаю информацию, ссылки. Может, вы тоже посмотрите, почитаете, заинтересуетесь. Я, мне там тоже энтузиаст один скинул даже все правила с этого сайта, PDF-ные. Там все, конечно, на английском, тут есть проблемка. Я пока все переведу, все там. Но в целом там все понятно. Единственное, что там у них, конечно, уже все запатентовано. У них с 2014 года уже видосы в Ютубе появляются. Тоже ссылочки на парочку оставлю на себя в описании. Так что, ребята, у кого норные псы, это вообще, я думаю, для них кто не занимается охотой, конечно, потому что охотники, и правильно возможно, скорее всего, что правильно, относятся к этому с большим скептицизмом, потому что, ну, если собака будет натравлена на крысиный запах, и при том ее не покусает, то есть вообще не видит смысла в таком воспитании. Вот. Ну, а тем, кто не занимается охотой, а хочет посмотреть за рабочими качествами своей собачки, чтобы она с азартом это все искала. В общем, мне вот, честно, лично, вот внешне мне это все понравилось, как вариант такой, что где и овцы целые, и волки с... Покажись людям-то, иди сюда. Иди сюда. Вот он, да? Так что, ребятки, ребят, ставим комментарии, я жду, мне реально интересно ваше мнение по этому поводу, американское, это забавит, но я думаю, в этом случае не все то страшное и бесполезное то, что идет с Америки. Поэтому делимся с друзьями, собачниками, неважно, каких пород в данном случае, может им тоже будет интересно, я тоже жду их комментарий. И подписываемся на канал, ставим лайк, если все понравилось. Ну и жмем тот чертов колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а они будут. А, еще такая маленькая просьба, если хотите помочь каналу, если хотите помочь каналу, небольшая такая просьба, вам это вообще ничего не стоит, просто кликайте на рекламу. Вы же там ничего, вас не обязывает никто ничего там покупать. Кликайте на рекламу, мне это поможет, потому что у меня на данный момент чуть-чуть там денежек собралось на канале, за три года, за три года там. И у меня такая цель, я вот именно с канала, если что-то зарабатываю, я хочу купить экшн-камеру, чтобы для вас сделать интересные видео и более-менее качественными, потому что на эту старую мыльницу уже совсем она уже не годится никуда. Поэтому такая небольшая просьба. Всё. Ну и там ещё внизу есть кошелёчки, но это уже совсем уже, если щедрота ваша будет расшириться до небес, тогда там какую-нибудь сумму, какую вам угодно бросайте. Всё. Сколько? Никогда не просил, но в данный момент уже совсем чуть-чуть осталось, а там несъёмная сумма, просто пока не соберётся 100 баксов, я не сниму. Всё. И сразу покупаю экшн-камеру, какую-нибудь такую более-менее. Ну, не GoPro, конечно, но что будет. На этом всё. Пока.